Севастополь 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 Провели по этим широким коридорам, где на стенах развешаны портреты гостей, которые часто там бывают Это действительно безумно интересно идти смотреть, какие люди тут были и осознавать, что ты вот здесь сейчас находишься Провели в такие большие гримерки, мы заполнили заявки И далее происходила запись интервью с каждым участником отдельно, фотосъемка для портфолио И непосредственно само выступление перед продюсерами шоу, пока еще без членов жюри Съемка со всех ракурсов, чтобы увидеть просто, как мы смотримся в кадре А что же за номер подготовили? Я подготовила шоу-номер по мотивам мультика «Холодное сердце», который успешно исполняю уже два года на восточных конкурсах Так понравился мультфильм? Тоже «Холодное сердце» Игорь, очень понравился мультфильм, наверное, да? Да, безумно понравился И вот буквально за одну ночь придумала танец и решилась танцевать в образе королевы Эльзы А почему вы выбрали именно этот номер? Я думаю, в вашем арсенале достаточно много хороших танцевальных постановок Ну, стоит учитывать еще и зрителей первого канала Я думаю, вряд ли допустили бы классический восточный танец к исполнению в эфире Из-за достаточно откровенных костюмов Так что тут ключевую роль сыграл костюм и непосредственно зрелищность самого номера В моем номере присутствуют светодиодные крылья, веера Ну и в принципе очень узнаваемая задумка То есть каждая маленькая зрительница, которая любит студию Disney, могла узнать мой образ А вас, кстати, не смущают в восточных танцах откровенные костюмы? Ну, я за 8 лет уже привыкла На самом деле это только раскрепощает и дает почувствовать себя девушкой Не зажиматься в какой-то кокон Итак, у нас есть небольшой отрывок с вашего выступления Давайте его посмотрим Давайте Не открывай, храни секрет Будь хорошей девочкой для всех Закрой все чувства на замок Но тщетно все Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть Отпусти и забудь Новый день укажет путь Не боюсь Ничего уже Пусть бушует, что Холод всегда мне был по душе А я бегу все выше На ледяную плать И страх от дней минувших Меня уж не догнать Пора узнать, что я могу На службу призову бургу Свободу обрету во льда Навсегда Искрится воздух и земля От моих чай Под глазным не мороз и лед Но что за дивный дар И вот уже я знаю Действительно, очень яркое выступление Но честно, вот глядя на ваш номер Хотелось бы вам посвятовать Может вы как-нибудь воплотите образ Жасмин Тоже диснеевской принцессы Мне кажется, вам очень пойдет Отличная задумка Можно попробовать Давайте вернемся к минуте славы Расскажите, что же дальше происходило Как вас оценили? Оценки, к сожалению, не последовало Потому что это был предкастинг Основная запись кастинга будет в декабре Сама программа выйдет в эфир в феврале 2017 года Пока что продюсеры отсматривают все номера На предмет того, как смотримся в кадре И уже в последующем будут звонить И говорить, кто прошел, а кто нет А через сколько вы узнаете свой результат? Надеюсь, что в ближайшую неделю-две уже станет известно А уже есть мысли о том, чем будете удивлять в дальнейшем? Да, у меня достаточно много шоу-постановок Накопилось за 8 лет Это и Алиса в стране чудес И всяческие постановки, которые еще пока только в задумке Но их можно будет воплотить, если я в дальнейшем пройду в шоу Ну, может, расскажите немножко о своих планах Что хотелось бы поставить в ближайшее время? Какой номер? Это пока секрет, потому что все-таки нас смотрят и танцоры Так что свои тайны пока не выдаю Какая вы секретная? Ну, хорошо Хотелось бы еще с вами обсудить то, что вы обладательница кубка Бейли Дэнс 2016 Как получили такую награду? Эта награда вручалась по итогам работы в 2015 году По рейтингу, который накапливался за целый год Получила я титул Мисс Бейли Дэнс достаточно неожиданно для самой себя На одном из последних конкурсов в году Я приехала, просто выступила И на награждении помимо обычных медалей Вручали также рейтинговые награды В том числе и Мисс Бейли Дэнс 2016 И вот, совершенно неожиданно для самой себя я получила этот титул Чему была безумно рада Ну, я думаю, было очень лестно получить такую награду Да, корону там обручали? Корону, ленту, цветы Да, это было безумно приятно, что мой труд так высоко оценили А скажите, кто ваша главная конкурентка в Севастополе? Есть ли такая? Не могу выделить кого-то одного У нас очень много конкурентов в Севастополе Более того, могу сказать, что по всей России сейчас очень много действительно сильных танцовщиц Особенно египтяне, которые приезжают сюда оценивать наше мастерство Выделяют очень много россиянок, которые действительно по уровню уже очень приближены к уровню египетских танцовщиц На которых мы, собственно, и равняемся Они считаются эталоном, верно? Да, мы танцуем именно египетское направление Поэтому египтянки для нас это эталон Но все-таки есть ли какие-то ограничения в этом направлении? Конечно, мы не делаем хореографию прям отточенную до мелочей Не в том плане, что отработанный танец А вот нет идеальных стоп, арабесков, каких-то сальто назад Мы стараемся придерживаться аутентичного Египта И танцевать в аутентичной манере То есть так, как танцуют египтянки Они, может быть, не всегда тянут носок Может быть, они там слишком расслабленно себя чувствуют на сцене Но это смотрится настолько душевно и естественно, что мы равняемся на них А с какого возраста и по какой можно заниматься восточными танцами? Как я уже говорила, возраст не имеет значения Конечно, детки сейчас занимаются и с трех, и с четырех лет И вот я знаю, в Севастополе была одна танцовщица, которой было аж 76 лет И она вот пришла только в таком возрасте и начала заниматься У нее все прекрасно получалось Сейчас, к сожалению, не знаю, где она Но вот моя позиция, что лучше деток отдавать все-таки лет с восьми Когда уже более-менее сформирован организм И всяческие восточные элементы не повредят их дальнейшему развитию и формированию А вы со скольки начали заниматься? Я начала заниматься в 11 лет Понимаю, что это уже чуть-чуть поздно было для меня Но все-таки вот уже к 18 годам достигла кое-чего Но это был ваш осознанный выбор, когда вы в первый раз вступили в свой танц-класс? Ну я решила попробовать, почему бы и нет А вот потом уже затянула И даже когда болела, когда там, может, какие-то проблемы на учебе были Все равно всегда бежала в танц-класс С открытым ртом слушала тренера и все прекрасно повторяла А вы как-то специально поддерживаете формы, там, диета, либо спортивные занятия? Честно говоря, нет Я старалась как-то перед чемпионатами соблюдать диету Но все-таки восточные танцы подразумевают наличие маленького животика, чтобы выполнять все эти движения Поэтому в этом же и прелесть восточного танца Можно в любой комплекции танцевать А где можно применить ваши танцевальные навыки? Ой, вот сейчас реально везде На всяческих шоу талантов В обычной жизни, если хочется поздравить кого-то с днем рождения Вот я, например, танцую на всяческих мероприятиях Мой талант помог мне пробиться на студенческую весну в Казани в этом году Посмотреть Россию А можно ли сделать танцы своей профессией? Да, и сейчас я активно стараюсь воплотить эту задумку в жизнь Уже два года я тренирую деток Надеюсь, что в будущем у взрослых буду тренировать А как ваши родители реагируют на то, что вы выбрали для себя профессию танцы? Родители безумно счастливы, что мое увлечение смогло стать моей карьерой в какой-то степени Пусть сейчас и на начальном этапе Но все-таки в приоритете учеба Когда уже закончил университет, родители сказали, что я вольна в своем выборе Могу пойти работать и тренером, могу пойти работать по специальности На данный момент я не знаю, как сложится моя жизнь в дальнейшем Поэтому совмещаю и учебу, и танцы А активное занятие танцами не мешает вашей учебе? Нет, учусь я днем, а танцую по вечерам Хорошо, хотелось бы поговорить, вернуться к теме ваших наград Вы обладательница Кубка Европы Как получилось завоевать такую достойную награду? В 2014 году в Ялте проходил Кубок Европы Я подумала, почему бы и не поехать, раз это так близко Исполняла много номеров, сразу признаюсь Это были и сольные постановки, и дуэтные, и групповые Кубок Европы я получила в составе малой группы Причем примкнула я к ней буквально за одну ночь до выступления Солистка заболела, пришлось выручать девочек Но вот так сложилось, что именно в составе группы я смогла выиграть Кубок Европы А восточный танец, это все-таки больше соло-танец или коллективный? А тут зависит от стиля, можно исполнять сольно, можно исполнять в группах, в дуэтах Это уже не имеет значения, просто тогда будет разный рисунок постановок Ну а вам где больше нравится танцевать? Одно или в коллективе? Я уже привыкла, что я танцую сольно, поэтому безумно люблю свои сольные постановки Которые можно тренировать по ночам, когда нет партнера рядом Но в принципе не отказываюсь от групповых постановок, всегда активно участвую И если тренер настаивает, то почему бы и нет? А как вы считаете, в Севастополе есть по-настоящему сильная танцовщица бейли-дэнс? Да, и вот главный пример для меня это моя тренер Марта Корзун Она чемпионка вселенной, чемпионка мира И это эталон восточного танца не только для Севастополя, но и для большинства россиянок, украинок Даже в Египте Марту высоко ценят То есть она считается вашим кумиром, да? Да А из мировых звезд на кого вы равняетесь? Из мировых звезд, скорее всего, Елена Рамазанова Она вот тоже представитель такой украинской школы хорошей, где мы начинали К сожалению, я еще не попала ни на один мастер-класс Но вот по ее мастерству могу сказать, что это мой кумир наравне с Мартой А чего она вас так привлекает? Ее манерой Она настолько танцует душевно, если можно так сказать Что этому хочется научиться А этому научиться, к сожалению, никак не получается Любой преподаватель может дать основы хореографии Может научить движением Но вот именно этой душевности, этому блеску в глазах научить нельзя Я все пытаюсь разгадать загадку Елены, но никак не получается Ну что ж, мы будем с нежепением следить за дальнейшими развитиями событий Да, узнаем, пройдете ли вы минуту славы или нет Спасибо вам большое, что пришли К сожалению, время нашей передачи уже истекло Желаю вам успехов, удачи и всего самого лучшего Спасибо Напомню, у нас в гостях была участница шоу «Минуты славы» Обладатель Кубка Европы, а также титула «Мисс Бэйли Дэнс» 2016 Ирина Хомякова Это была программа «В контексте» Все самое интересное еще впереди Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!